всем привет и добро пожаловать холодная пара мы сегодня были ну мы вам рассказывали что мы взяли новую хлебницу мы и наконец сегодня получили она из ста про и нам как раз уже поставили вы сказали что купили хлебницу в топовое нам посоветовали в комментариях купить эту хлебницу теперь мы ее будем тестировать ну и заодно мы сегодня были на презентации нам рассказывали правда мы не используем микроволновку а рассказывали про один прибор скороварку которую можно использовать микроволновка интересно понятно почему они про нее рассказала на 13000 в принципе у меня не так много вещей стопы в один комплект контейнеров контейнер вот эта умная сырница и стаканчик плотной крышкой который могу с тобой носить вода не подливается больше ничего нет вот ну сейчас мы сделали еще один заказик но мы взяли с очень большой скидкой всего по-моему за полторы тысячи хотя она стоит четыре с половиной вот так что мы этим конечно же довольны а вот я хочу сказать что нашла я эту хлебницу в инстаграме я вообще из инстаграма них и там просто какой-то магазин продавал 4 с чем-то ну так же будут правильно 4 стоил основная цена ну и они там со скидки продают за 3 и так как у нас буквально через дорогу на тверской есть какой-то такой как за шоу-рум типа да там шоу-рум там можно все потрогать потискать поскольку все протестировать это конечно прикольно у они теперь есть одна мечта мечталка когда она осуществится я обязательно расскажу еще мы кстати сегодня были выброши почему-то думали сегодня начало продаж вот этой новой коллекции но начало продаж завтра для всех евро шаманов пожалуйста завтра начинаются продажи и сейчас мы вам покажем мы еще были в кико тоже начало продаж новогодней коллекции сейчас как раз вот этот шоу-рум то первое и новую коллекцию кика покажем на в кико было не очень хорошее освещение и 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 снова здравствуйте добрый вечер мы как вы уже я думаю видите вернулись домой уже подремали потому что мы ночью почти не спали у нас вообще конечно ну за все нужно расплачиваться как говорит за хорошее время провождения тоже да и видимо из-за того что у нас такая была сегодня слабая энергетика как она сказала не наш сегодня день и все пихали все толкали вообще какие-то такие ситуации бредовые были ну в общем нет но самое главное что в эвроше куда мы пошли где нам обещали что сегодняшнего дня будет поступление уже продолжение коллекции ничего не пришло еще в одном месте тоже обещали что воскресенье да тоже ничего не пришло и в кико из всей вот этой коллекции которую Аня вам показала мы взяли только одну вещь где она я что-то знаю ой господи сейчас я привезу один карандашик только но он такой двусторонний сейчас я вам покажу для век ну он хорошенький да там еще есть два цвета такой миленький черный еще с каким-то черный вот примерно с таким же и с таким бирюзовым бирюзовым вот такой он ну давай акусируйся слушай акусируйся вот вот получается коричневый ну он металлик с вот таким ну он очень похож на пупу да он похож он и по ощущениям похож он для такого новогоднего макияжа а с другой стороны вот эта вот блескучая вещь ее когда растушевываешь прям вот на руке я пробовала настолько красиво получается и стереть вообще невозможно да они очень стойкие вот это конечно сто процентов плюс а остальное все ну серебристые золотистые лаки у нас есть а красные там сильно цыганские очень-очень-очень сильные вот эти хайлайтеры даже бронзанты они тоже с сильным блеском такого объема я вам это снимала вы это видели в принципе туалетная вода еще не пришла которая должна быть в этой коллекции и что-то еще не пришло да что-то еще не пришло пустые места на дисплее вот но в принципе нам очень понравилась презентация в Теппервэр ну так да что мы собственно взяли это хлебница вот такая хлебница она как в какой-то микроциркуляции нет она с запатентованной системой ой господи с запатентованной системой работы с конденсатом в общем как-то она его устраняет мы она конечно очень большая но сразу вам говорю мы не работаем с Теппервэр мы не работаем с Теппервэр и это не реклама мы просто у нас на маяковке есть шоурум или как он там называется и вот мы туда зашли взяли ее и действительно вот как мы говорили она оказалась гораздо дешевле чем в интернете предлагалось ну почти в три раза дешевле да и я осуществила свою давнюю мечту говорю что в инстаграме все время смотрю это волшебная скалка которую можно наливать она здесь полая внутри ну наверняка многие из вас знают в нее можно наливать либо холодную либо горячую воду в зависимости от того с каким тестом работаешь ну и вот эти вот выступы они собственно говоря позволяют раскатывать тесто такой толщины какой хочешь не только и не только они являются еще формочками формочками представляете вот это на самом деле мне больше всего понравилось они являются формочками такими а с той стороны другие да ты так запустилась сильно вот а с этой стороны вот такие ну вот это мне очень понравилось кому что здесь нам сказали что можно еще не только вот для теста именно регуляцию делать вот этой водой но и охлаждать как бы ну или охлаждать или наоборот нагревать когда с собой что-то берете берем ну вот нет нам сказали что ее можно использовать как грелку да можно как грелку использовать в общем она мультифункциональна и мы были на презентации которые ну с одной стороны мы очень много интересного узнали про различные там приборы приспособления действительно интересное и прям некоторые вещи захотелось купить но с другой стороны нам было не интересно потому что сегодня рассказывали как варить в скороварке или мы уже это уже говорили мы уже говорили да в микроволновке а мы не пользуемся микроволновкой принципиально ну и вот так в принципе мы познакомились с новыми людьми я думаю что мы туда еще сходим потому что у них каждую неделю какие-то там презентации разные бывают а ну кто пользуется продукцией Tupperware наверняка вы знаете что там у них все называется умная умная прям гениальная каждый прибор гениальный каждый умный и каждому нужно уметь пользоваться ой меня знаете что там потрясло там на каждом вот этом приборе есть выпуклости для слабовидящих людей чтобы они все тоже видели до какой рисочки доливать то есть вот заботиться о таких людях мне это очень понравилось такие тонкости сам же не поймешь когда смотришь просто на эту кастрюльку или еще на что-то я взяла бутылку и еще Аня получила бутылочку нет почему получила я взяла это не подарок я тоже получила свой заказ а это не подарок я честно говоря так и не поняла она не проливайка или проливайка а ты налей воду попробуй а ты налей это интересно вот но основное то что там не должна преть вода в принципе как это обычно бывает в обычных вот одноразовую бутылку покупаешь и невозможно в нее второй раз налить воду в пластиковую да уже пластик противно пахнет стеклянная бутылка круто я хотела стеклянную бутылку но она очень тяжелая ее носить с собой не очень хорошо а это такая розовенькая да мы же на алиэкспрессе даже заказывали но слава богу нам ее не прислали она не стеклянная она пластиковая она пластиковая я хотела с диффузором тоже но обязательно возьму еще с диффузором это чтобы дома ну там добавлять базилик там огурец еще что-нибудь в воду надо так просто с собой носить воду потому что ну постоянно мы где-то ходим пить хочется безумно ну чтобы не покупать миллион раз воду а нам еще что-то в подарок дали за то что мы на презентации были сепаратор белков и еще какую-то фигню и маленькую такую штучечку какую-то ну типа чтобы все время помнить таблеточку положить да то вы знакомы с топором да сепаратор белков меня всегда поражает ну неужели нельзя просто так отделить в коробке у меня по-моему их два или три я им не пользуюсь вообще я никогда этого не понимала ну и пара вопросиков вот вот Мария Леко дополнительно спрашивает Аня вы снимали видео с подругой обещаю что скоро выставите хочется посмотреть мне тоже очень хочется недавно я как раз на днях спрашивала ее про это видео она мне все объяснила да я все маму успокоила просто Маша сейчас в сейтноте находится она же учится еще и у нее есть еще там какие-то проекты и поэтому у нее даже нет времени отредактировать видео она мне написала сказала что сейчас она еще и уезжает в другой город поэтому мы пока еще не скоординировались но как только она вернется вместе мы отредактируем видео и уже выложим одновременно ну я надеюсь что это к Новому году произойдет как вот такой коллаб к Новому году вот я все рассказала всех успокоила никуда ничего не делать просто у нас нет времени вот именно скоординироваться в одно и то же время выложить видео следующий вопрос вопрос я что-то совсем заблевавала у меня и голос садится и да она четвертый день меня пугает да ну я прям не знаю надо еще астаксантинчик и выпить не хотите надо задавать вопрос ну сейчас секунду вот прям не хотите тут в этой хлебнице сказали можно прям разный разный хлеб класть конечно вот честно я вам скажу и запах не будет перемешиваться честно я вам скажу мне очень не нравится дизайн я вам честно могу сказать мне там вообще очень много дизайнов не нравится она белая ни к силу ни к городу но мы вроде как договорились что можно ее ставить в шкаф вот все что только не сделаешь чтобы хлеб припись не ел вопрос от Елены Елена вы говорите что хотели бы ходить на курсы весований а выставки вы любите каких художники вам нравятся и какие направления в живописи мне нравятся импрессионисты импрессионисты и конкретно импрессионисты это я ее учебу импрессионисты еще мне нравится очень в Третьяковской галереи потому что мне всегда там нравилось когда мы с экскурсией ходили потому что там вот так эпохально можно проследить развитие живописи это очень интересно там очень конечно интересная коллекция собрана я конечно люблю выставки люблю очень музеи в некоторые музеи я возвращаюсь когда-то я специально ездила на один день в Ленинград чтобы пройти в Эрмитаж в зал импрессионистов было у меня такое даже несколько раз но вообще я больше все таки люблю скульптуру вот честно говоря поэтому я получила истинное удовольствие когда мы были в Ватикане вот я как раз хотела сказать на Ватикан только маме скульптура больше понравилась а мне там безумно просто понравились фрески фрески да по потолку просто это так высоко и так детально все так красиво такие краски потрясающие просто на меня конечно мне было 11 лет и на меня это произвело просто гигантское впечатление я закончила несколько абонементов в московском музее изобразительного искусства имени Пушкина ходила несколько лет туда но вот я говорю что да я много видела много знаю но больше я люблю скульптуру и очень люблю современную скульптуру ну вот не знаю какой то такой человек мне все потрогать пощупать наверное надо и при этом я восхищаюсь художниками потому что рисовать я сама не умею просто очень часто люди почему-то думают что мы никуда не ходим но вы знаете мы всю жизнь живем в Москве и мы уже практически везде были просто иногда привозят какие-то интересные выставки и мы конечно же на них ходим хотя вот мы на некоторые не попали в этом году ты на Рафаэля да хотела? да мы еще можем попасть надеюсь мой сын он знаете как-то мне однажды сказал вот ты меня начала так сказать по театрам с раннего возраста я их уже ненавижу вот до такой степени я приучала своих детей к искусству что они его даже возненавидели и у меня сын вообще не ходил в театр никогда и в кино по-моему очень редко ходил да но при этом он любил сериалы хорошие, интересные, смешные и очень любил мультики я очень люблю кино ну вот понимаете как почему-то все считают что театр да это искусство а кино нет это не искусство это тоже искусство и вот конкретно это искусство мне очень нравится я киноман и вот с такими же киноманами как я я могу разговаривать часами ну мы вам говорили что вот мы ехали из Икеи с таксистом ну просто молодец парень он вообще во всех направлениях киноиндустрии разбирается и на все темы могут поговорить от ужастиков через всякие блокбастеры к мелодрамам и драмам да вопрос от Анны СТПТ Анечка расскажи про экстернат клевое место я просто не знаю что рассказывать про экстернат у меня экстернат был при вечерней школе на Таганке очень хорошее место на самом деле это лучший экстернат в Москве да ну один из лучших он просто не узкоспециализированный есть экстернаты более узкоспециализированные например там математический или языковой но мне там больше понравилось чем в школе потому что там отношения как к взрослому человеку было а я уже с 12 лет работала и меня очень напрягало отношения в школе к учащимся ну потому что вот это вот бдят все время ходят за тобой с маленьким ребенком постоянно вызывают родителей чтобы из них что-нибудь выдернуть это вообще вот вы знаете все что ты белыми нитками приходишь тебе прям начинают там рассказывать что твой ребенок тянут и тянут вот до этого он был такой хороший замечательный а тут вот что-то случилось и у нас батарейка мигает ну в общем то мне там понравилось потому что там отношения как к более взрослому человеку и именно вот ты для себя сам решаешь какие предметы тебе интересны какие-то не очень интересные и ты сам вот как-то самообучаешься вот мне это очень понравилось потому что ты не сидишь миллион лет на этих занятиях и тебе не вдалбливало то что ты уже в принципе понял а ты дома сам учишься все читаешь там что-то выискиваешь я не знаю как сейчас это все с ЕГЭ работает потому что я заканчивала школу когда ЕГЭ еще слава богу не было у нас были нормальные экзамены но мне экстернат очень помог после экстерната я пошла в колледж после колледжа я пошла в институт я прошла вот все ступеньки и мне честно говоря вот экстернат и колледж больше всего из этих ступеней понравилось вы знаете ну не всем наверное экстернат все таки подойдет а организованным ребятам потому что там не так как в школе каждый день не спрашивают домашние задания а вот начитывают начитывают как в институте какую-то тему и потом уже тебя как-то самостоятельно контролируют самостоятельно но я могу сказать что действительно у Ани очень сильно тогда повысилось настроение и оценки и настроение все повысилось просто она вот с удовольствием пожалуй только вот эти полтора года и училась просто когда она ходила в школу это каждый божий день было мучение я не хочу идти в школу мама давай заниматься дома просто у меня раньше было такое ощущение что экстернат это для каких-то детей от которых уже школа отказалась и вот учительница английского языка в нашей школе она мне все объяснила что это великолепная совершенно вещь и потом уже попозже где-то наверное лет через шесть я узнала что ребята которые учатся при МГУ в школе очень часто так делают у них там нагрузка бешеная совершенно и они очень часто после какого восьмого класса после восьмого, девятого, девятого, девятого да, они уходят в экстернат понимаете просто вот в Москве немножко наверное все по-другому в общем вот так да ну и теперь наши благодарности я сегодня благодарна что мы так у нас был прекрасный завтрак Даша же осталась прекрасный завтрак был мы да вообще все было весело даже суткой так вы знаете за ней приехал муж с ребенком завтра мы покажем мы завтра покажем потому что завтра у нас тоже гости будут вот так что начался день хорошо и провели мы его прекрасно хоть мы и не спали но все равно было так все динамичненько так что день мне очень понравился и я за это очень благодарна я за это благодарна я украла твой вопрос напишите пожалуйста как вы относитесь я благодарна за хлебницу к искалку как вы относитесь да к топруэ и вообще к всяким вот таким домашним вещам вы покупаете их дешевыми или все таки наоборот вкладываетесь чтобы это было долговременно и напишите пожалуйста какие если вы любите живопись я не говорю о том что все должны любить живопись или искусство но если вы любите живопись искусство напишите пожалуйста какие у вас любимые художники любимые скульпторы может быть вообще просто любимые творцы но мы с вами обязательно увидимся завтра обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра счастливого дня пока-пока я люблю понедельники